Продолжение следует... Жители разоренных сел и городов уходили на восток. Эвакуировалось оборудование заводов и фабрик. Раз дело дошло до войны, учил Ленин, то все должно быть подчинено интересам войны. Партия разрабатывает программу военной перестройки всей жизни страны. Вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз продолжается. Целью этого нападения является уничтожение советского строя, захват советских земель, порабощение народов Советского Союза, ограбление нашей страны, захват нашего хлеба, нефти, восстановление власти помещиков и капиталистов. Враг уже вторгся на советскую землю. Захватил большую часть Литвы с городами Каунас и Вильнюс. Захватил часть Латвии, Брестскую, Вилейскую, Белостокскую области Советской Белоруссии и несколько районов Западной Украины. Опасность нависла над некоторыми другими областями. Задача большевиков – сплотить весь народ вокруг Коммунистической партии, вокруг Советского правительства для самоотверженной поддержки Красной Армии, для победы. Партия призывала по-военному перестроить работу всех учреждений и организаций, всемерно укреплять армию, перераспределить все материальные ресурсы в интересах фронта, организовать борьбу в тылу врага, превратить страну в единый боевой лагерь. По решению партии, вся полнота власти в стране перешла к Государственному комитету обороны. В армии введен институт военных комиссаров. Партия послала на фронт 9 тысяч руководящих партийных работников. Десятки тысяч коммунистов и комсомольцев ушли на фронт в качестве политбойцов. Для фронта готовились новые воинские формирования. Ленинградская партийная организация стала инициатором создания народного ополчения из граждан, не подлежащих призыву. ЦК партии одобрил эту инициативу, и по примеру ленинградцев, дивизии народного ополчения стали создаваться в Москве и других городах страны. Все новые и новые силы вливались в армию. Для воинов, особо отличившихся в боях, постановлением ЦК были облегчены условия приема в партию. К концу 41-го года почти каждый второй коммунист страны с оружием в руках защищал Отечество. Именно они, коммунисты и комсомольцы, своим личным примером, убежденностью в справедливом освободительном характере войны, вселяли уверенность в победу. Этой же задаче служили и живое слово, и радио, и наглядная агитация, и печать. Уже в начальный период войны под руководством партийных подпольных организаций в тылу врага создавались партизанские отряды. Народные мстители оказывали неоценимую помощь частям Красной Армии. Стойкость советских войск складывалась из сотен и тысяч подвигов отдельных бойцов, командиров, политработников, из героических действий подразделений и целых частей. Но все еще сказывалась неожиданность первого вероломного удара. Фашистские армии продвигались на восток. Пограничная крепость Брест. Она уже в глубоком тылу германских войск. Но ее бессмертный гарнизон во главе с коммунистами Гавриловым, Фоминым, Зубачевым, Кижеватовым все еще не сдается. СМОЛЕНСК СМОЛЕНСК Это было направление главного удара фашистского командования. Сюда брошены основные силы гитлеровцев. В помощь регулярным войскам Смоленская область сформировала две армии, бригаду ополченцев. Почти две трети парт организации Смоленска ушли на фронт. Здесь, в Смоленском сражении, прогремели первые залпы знаменитых «Катюш». Здесь родилась Советская гвардия. Здесь впервые во Второй мировой войне фашисты вынуждены были перейти к обороне. В то же время на юго-западе немцы продвигались к Киеву. Киевский плацдарм. 90 тысяч ополченцев вместе с армией встали на защиту столицы Украины. 30 тысяч коммунистов. Два с половиной месяца удерживали героические защитники плацдарм на правом берегу Днепра. Одесса. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, доблестные богатыри, защитники Одессы, обращалась партия. Наступил решительный момент, когда необходимо всем напряжением своих сил разбить попытки врага выйти к Черному морю. 13 тысяч коммунистов, 73 тысячи комсомольцев дала армии Одесса. Ее защитники более двух с половиной месяцев сковывали почти половину румынской армии. Враг потерял здесь 160 тысяч солдат и офицеров. Лишь по приказу командования наши войска ушли из Одессы на помощь защитникам Крымского полуострова. Субтитры создавал DimaTorzok